Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Курганский завод продлил право на бренд «Сделано на Дону». Сегодня познакомимся с новичками Ростова. Футбольный клуб начнет презентацию в Большом в 9 вечера. Атаман переезжает из-под Старочеркасской. Сериал о Матвее Платове дальше будут снимать в ростовском этнокомплексе Кумжа. Двое рабочих погибли на территории неработающей шахты «Алмазная» у хутора Гуково в Красносулинском районе. Они занимались демонтажем бывшего дробильно-сортировочного отделения шахты и попали под обвал стены здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Июль, похоже, до своего конца так и не успокоится. Штормовое предупреждение по ливням в очередной раз продлевает Донское МЧС. Теперь сразу на три дня. По данным гидромедцентра, сегодня, в четверг и в пятницу местами по области сохраняется вероятность сильных грозовых дождей с градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду. Еще несколько дней и от фан-зоны ничего не останется. Конструкции и оборудование активно разбирают, ограждения демонтируют и уже к концу июля по Театральной площади планируют открыть движение. От фестиваля болельщиков останутся уникальные эмоции и материальное наследство во главе с огромным экраном. Итоги футбольного праздника подвел руководитель дирекции Ростов-2018. Фестиваль болельщиков оказался настолько удачным проектом, что через два года, возможно, ростовчане еще раз смогут вспомнить эмоции, которые испытали на Театральной площади в Дни Мундиале. Уже сейчас в дирекции Ростов-2018 обсуждают организацию фан-зоны через два года во время чемпионата Европы. И пусть Ростов не вошел в тройку лидеров в стране по посещаемости фестиваля, мы ставили свои рекорды. Например, 16 июля, когда за день через фан-зону прошло 69 тысяч человек. Это третий результат после Москвы и Питера. Вечером вход даже пришлось закрыть. Популярность фестиваля болельщиков подтверждается общим количеством посетителей. Общее количество посетителей за 25 дней превысило 500 тысяч. Это достаточно крупная цифра, и мы точно превзошли любое другое мероприятие, которое проходило в Ростове-на-Дону. Средняя цифра посещения в день более 20 тысяч человек. Этот показатель выше, чем в среднем по другим городам. Сколько эмоций там было испытано, сколько новых артистов для себя открыто. Плюс незапланированные спонтанные события. Дважды на сцене делалось предложение руки и сердца. Клич исландских викингов еще можно было услышать только в Москве. И гремящий сегодня во всем мире Том Ирсовое стал знаменит именно в Ростове. Площадь не пустовала даже в непопулярные по матчам, выступлениям и погоде дни. Приходили с семьями. Здесь пользовалось популярностью все. Палатки с питанием и напитками, зона активности и даже павильоны потерянных вещей и детей. Хотя изначально из-за невостребованности их хотели закрыть. Но оказалось, теряют много и часто. Причем самая теряемая вещь – банковская карта. Что касается павильона потерянных детей, под конец мероприятия кто-то приходил и просто оставлял ребенка специально. Понимали, что там есть игрушки, телевизор и психолог, который с ним работает. Поэтому просто приходили, оставляли, пусть побудет и уходили. Хотя так мы не планировали. Что касается оборудования, фестиваль оставил нам наследство на долгие годы. Огромный медиаэкран, павильоны, ограждения – все для безопасности. Часть оборудования изначально закупалась в собственность и теперь будет использоваться на крупных городских мероприятиях. Найдется применение и удивившим всех комфортным санузлам. Часть оставят для использования в будущих мероприятиях, в том числе на Ростов-арене. Часть передадут местным организациям. Заявок уже больше, чем санузлов. А экран уже в ближайшие дни может начать работать в виде медиабортов на Ростов-арене. Марина Черных, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Свой официальный чат-бот запустил аэропорт Платов. Электронный помощник Платов-бот Вайбер мгновенно выдает всю информацию о ближайших рейсах по выбранному направлению. Номер, авиакомпанию, тип самолета, время вылета и прилета. Также можно узнать об открытии, закрытии регистрации и номере стойки, начале и завершении посадки, выдаче багажа. Для легкого поиска достаточно указать номер рейса или название города. Новый сервис готов показать и схемы аэровокзала и парковки. Пользователь чат-бота может подписаться на изменение расписания нужного рейса и получать соответствующие уведомления. Работает чат-бот круглосуточно, без ограничений по запросам. Чтобы подписаться на аккаунт Платова и начать пользоваться чат-ботом, нужно считать QR-код в мессенджере Вайбер. Матвейка подтвердил качество своей продукции. Выпускающий молочку под этой маркой Матвеево-Курганский завод отработал год с брендом «Сделано на Дону» и продлил сертификацию еще на три. Знак качества остается на кефире, молоке и крестьянском сливочном масле. Рабочий день на любом молдзаводе начинается с приемки молока. Задача химиколаборанта Анны Литвиновой – взять образцы привезенной продукции и сделать их анализ на вкус и запах. Жирность, кислотность, плотность. От ее решения зависит, пойдет цистерна молока в производство или будет забраковано. Вот оно уже начинает закипать. И если оно будет немножко кислое, стаканчик начнет прыгать. Это если хоть немножечко, там кислотность уже увеличена, а так стаканчик ведет себя прекрасно. Ну, самое главное. Молоко. Молоко. Как порой пахнет. Правильно, потому что оно кипяченое. Да, приятно. Вот, но нету постороннего запаха. По ГОСТу цвет молока должен быть от белого до светлокремового. Как только химиколаборант дает добро, молоко охлаждается до 2 градусов и перегоняется в резервуар для временного хранения. А после его нормализуют до необходимой жирности в 2,5 процента и пастеризуют. У нас высокотемпературная пастеризация молока. Затем молоко охлаждается до температуры также 2-3 градуса. Пастеризованное оплаженное молоко направляется в резервуар для пастеризованного молока. И дальше сразу идет на посовку. С конвейера молзавода 60-х годов сходят сливочное масло, творог, цельномолочные и кисломолочные продукты. Внедрена система ХАСП. В прошлом году предприятие впервые прошло добровольную сертификацию, сделанную на Дону. И вот подтвердило право носить знак качества на молоко, кефир и сливочное масло. И в течение трех лет все равно инспекционный контроль выборочный он будет проходить, потому что это правило системы. То есть это не значит, что мы вручили на три года сертификат и забыли о том, что мы вручили. То есть мы, безусловно, в розничной сети вот такой выборочный контроль все равно проводим. В сутки здесь принимают больше 15 тонн молока. Общий объем перерабатываемой продукции по сравнению с прошлым годом вырос почти на 150%. Расширилась и география поставок. Помимо Ростовской области молочку под маркой «Матвейка» можно найти в супермаркетах Краснодарского и Ставропольского краев. Поставили новую линию постерилизации, новую линию мойки, новую линию охлаждения. Добавили емкость, емкостное оборудование, добавили упаковочное оборудование. Вот это все мы сделали. То, что обещали в прошлом году, в этом году уже все сделано. Фасует молоко в полиэтиленовые пакеты объемом литр и 900 миллилитров. Новое оборудование позволило улучшить качество молочки и увеличить срок хранения с пяти суток до недели. Сергей Мирошниченко, Виталий Ступаков, Дон-24, Матвеев-Курган. Плюс 15 днем и сильный ветер. В таких бодрящих условиях проходят уличные тренировки гонболисток Ростов-Дона на сборе в Словении. С утра девушки бегают на футбольном поле и природа горнолыжного курорта Роглы всеми силами помогает им не задыхаться от жары. А рядом мирно тренируются есть траву местные коровы. Занимаются ростовчанки и в игровом зале, и в тренажерном. Нагрузки высокие, втягиваться тяжело, но работают все на позитиве. В Словении на сборе 16 игроков. Анна Седойкина, не полетевшая сюда из-за проблем со здоровьем, занимается дома по индивидуальной программе. Словенский сбор продлится до 3 августа. Сыграет команда и контрольный матч с сильнейшим клубом этой страны Кримом. Новичков клуба представит сегодня футбольный Ростов. Презентация открыта для всех желающих. Болельщиков ждут в 9 часов вечера в летнем амфитеатре ростовского киноцентра «Большой». Вход свободный, но организаторы предупреждают. Приходить лучше пораньше, чтобы хватило места. В клубе обещают познакомить с новыми игроками и рассказать о нововведениях сезона. Руководить презентацией будет Валерий Карпин. Съемки художественного сериала «Атаман» переносят из Старочеркасской в Ростов. Киноплощадку, станицу с храмом и Большой площадью разместят в этнокомплексе Кумжа. Декорации у крепости Святой Анны уже начали разбирать. Вместо стоп снято – подай дрель. На съемочной площадке звучат совсем не киношные команды. Главные роли сегодня играют строители, разбирают декорации фильма «Атаман». Сериал о легендарном Матвее Платове начали снимать здесь, под Старочеркасской. Казачью станицу возвели у крепости Святой Анны. На территории киношной станицы 25 строений. Это и дома казаков, и хозпостройки, и церковь. Уже разобрали 8 конструкций. На один такой курень уходит 2 дня работы. Возводили декорации на совесть, говорят рабочие. Так что с разборкой приходится попотеть. Один из сложнейших объектов – храм. На его демонтаж уйдет больше всего времени. Но строители полны оптимизма и рассчитывают справиться со всем за 3 недели. Затем конструкции перевезут в Ростов. Отправятся в Донскую столицу и лошади. Для этих актеров на новом месте построят конюшню. Необходимость переезда обусловлена такими чисто практическими, техническими причинами. Это вопросы инфраструктуры, логистики. Переезд даст новый виток, новый этап в жизни кинокластера. В этнокомплекс Комжа легко добраться. Есть свет и вода. Так что работать съемочным группам будет комфортнее. В зарослях пока сложно разобрать, что и где разместиться. Но экскурсию по будущей станице для нас уже проводят. Это, собственно говоря, майданный комплекс с храмом, с площадью. На площади будут проходить мероприятия. 6 октября здесь пройдут шермицы. Территория этнокомплекса – тысяча гектаров. Киностаница здесь поместится легко и даже останется место для новых построек декораций. Особенности ландшафта скрывают городской пейзаж. Так что Ростова на горизонте не видно. И это дополнительный плюс для съемочного процесса. Это возможность круглогодичных съемок без всяких помех цивилизации, скажем так. Линии электропередач, построек, высотных строений. Поэтому вот переносимся в казачью станицу. Использовать новые декорации в этнокомплексе рассчитывают и в туристических целях. Экскурсии в мир кино могут стать популярными. Переезд планируют завершить до 15 сентября. И съемки «Атамана» продолжатся. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Дон-24, Старочеркасская, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. В студии был Артем Тарасов. До встречи.